Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте! Это подкаст «Текст недели» о самых интересных и заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Тема иммиграции, особенно и главным образом в периоды военных действий, к сожалению, остается актуальной, хоть сто лет назад, хоть сейчас. Люди бросают свои дома, бегут от бомбежек, непосредственные угрозы жизни, от несогласия с новым мироустройством, от травли и преследований. Это всегда вынужденный переезд, не от хорошей жизни и совершенно непредсказуемые с точки зрения перспектив и последствий. В нашем подкасте специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова вспоминает удивительную историю Виктора Старухина, уроженца Нижнего Тагила, чья семья бежала в 20-е годы прошлого века от гражданской войны в Японию. Там Виктор увлекся американским бейсболом и в итоге сумел стать национальной легендой. Первым в истории питчером, одержавшим 300 побед в японской лиге. И первым иностранцем, избранным в зал славы японского бейсбола. Несмотря на все заслуги, он так и не сумел получить японское гражданство, а свой рекорд в 300 побед установил уже на закате карьеры, будучи малозаметным игроком. В Японии его называли Старфин, поскольку не могли правильно произнести его фамилию. Из-за притеснений ему даже приходилось выходить на бейсбольное поле под японским именем Хироси Суда. Виктор Старухин трагически погиб в Токио в 1957 году в возрасте всего 40 лет. Долгое время в России о нем ничего не знали. Даже ближайшие родственники. Подробнее о русском эмигранте рассказывает Кристина Сафонова. Кристина, привет. Привет, Фил. Сперва нельзя не заметить, что мы с тобой совсем недавно, где-то месяц назад, записывали подкаст про философский пароход. И вот, пожалуйста, уже новая эмигрантская история от тебя. Признавайся тебе, что редакция выдала какое-то специальное задание выискивать такие малоизвестные сногсшибательные истории про русскую эмиграцию. Спасибо большое за сногсшибательные. Да, кажется, у меня какой-то жуткий интерес к эмиграции, но он сейчас немного поутихнет. На самом деле все проще. Я просто тогда переехала сама. Я решила, что мне нужно как-то справляться с моим эмигрантским опытом. И самый простой способ для меня справляться — это через работу. И я решила посмотреть на разных эмигрантов в разное время. И тогда уже начала искать. То есть это я где-то прошлой осенью уже начала искать какие-то такие истории. Ну, сначала просто про эмиграцию читала. Потом про конкретные периоды вроде философского парохода или гражданской войны, кто тогда бежал. И так далее, и так далее. И там уже искать героев. Ну, это нормальная история, да? Переживать личное через чужой опыт, что ли? Ну, то есть искать какие-то интересные, не знаю, перипетии, что ли? Ну, да. Я с кем-то говорила об этом из наших коллег. И меня спросили, ну что, тебе как-то это помогло? Ты что-то узнала? И если кому-то это важно, все, что я узнала, это то, что... Кажется, эмигранты страдали, потому что, понятно, скучали. И общались в основном только с такими же эмигрантами. И со всеми они знакомились в церкви. Я пока не придумала, как мне общаться не только с эмигрантами. Но в церкви ни с кем не знакомлюсь. Расскажи, пожалуйста, где и как ты наткнулась на историю Виктора Старухина, учитывая, что в России про него, который настоящие легенды, как оказывается, японского и бейсбола, до сих пор практически ничего не знают. Я узнала о нем в моем любимом вообще источнике всех тем. Это Википедия. Я обожаю читать Википедию. Мне кажется, это просто кладезь самой настоящей тем. И мне очень нравится, что они предлагают тебе дальше что-то прочитать. В общем, я в какой-то момент читала, читала, читала про эмиграцию. И думаю, есть эмигранты в Японии. А мне очень нравится Япония. И я подумала, класс, надо посмотреть, кто есть там. И наткнулась на Виктора Старухина, потому что он действительно, наверное, один из самых известных эмигрантов. Есть еще сумаист, тоже эмигрант. Но он, если я сейчас не ошибаюсь, он из Харькова. И он чуть более известен. А вот про бейсболистов я ничего не знала вообще. Ну да, Википедия в этом смысле, конечно, та еще кроличья нора, в которой, да, так падаешь, и потом находишься совершенно какой-то неизвестный сюжет, невероятный. И надо сказать, что история Виктора Старухина, это, конечно, мне кажется, готовый сценарий для блокбастера, потому что в ней какое-то огромное количество невероятных еще микроответвлений, которые там каждый раз основной сюжет как бы выносят на какую-то новую высоту. То есть я читал, когда поражался каким-то эпизодом, которые добавляют какие-то прям такие неожиданные повороты. Прежде чем ты расскажешь про самого Виктора Старухина, я хотел бы спросить вот такой вопрос. А почему, собственно, в Японии вдруг оказался суперпопулярен американский бейсбол? Это при том, что на момент рассказываемой тобой истории, это 30-е, 40-е годы прошлого века, американцы, наверное, считались не меньшими идеологическими врагами для японцев, чем сейчас для россиян. Ну, в представлении государств в первую очередь, конечно. Насколько я понимаю, здесь история примерно такая. Американцы считаются теми, кто открыл Японию внешнему миру, потому что Япония довольно долго существовала сама в себе. И мне кажется, там до сих пор это очень чувствуется. В продуктах культуры, которые они создают, они прежде всего ориентируются на себя. И очень сильно есть разница в ощущениях между тем, что получаем мы, и то, что у них внутри. И американцы были теми, кто открыл японцев. Их всегда, ну вот традиционно, из всех иностранцев, американцев всегда было больше, чем представителей других каких-то наций. И, естественно, где американцы, там и бейсбол. Неотделимые такие сущности. Но здесь вопрос, почему японцам так понравился именно бейсбол, из всего, что могли им предложить американцы. И есть разные теории на этот счёт. Одна, например, такая, что это очень коллективный такой вид спорта, ты там один, без работы в команде, ты не преуспеешь. И это как раз очень созвучно менталитету японцев, которые любят трудиться вместе. Они не индивидуалисты. Есть ещё такой момент, что это не, в отличие от других каких-то видов спорта, он не такой тактильный, тебе не нужно притрагиваться к другим людям часто. И это вот как раз тоже могло сыграть роль. В целом, разгар популярности бейсбола, это скорее уже послевоенное время. И тогда были основные звёзды, потом стали приезжать американские бейсболисты и тоже играть в Японии, в смысле за японские команды. А вот время, когда играл Старухин, оно как раз вот такое зарождение бейсбола. Тогда иностранцев было мало, игроков. Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что Старухин был единственным, по крайней мере, белым человеком, который играл, скажем так. Но были при этом иностранные игроки, но иностранные игроки какие? Из Америки. Но они брали и подписывали контракты с американскими японцами, то есть с детьми тех японцев, кто переехал в Америку. А так в целом, в основном, играли только японцы тогда в бейсбол. Поэтому история Старухина, она ещё и этим удивительна, что он настолько отличался, настолько выделялся, и был не похож вообще ни на кого. Знаешь, есть такое устойчивое выражение «Big in Japan» была такая известная песня у группы Альфавиль, но вообще этот термин, который придумали музыкальные журналисты для обозначения западных групп, которые были не слишком известны у себя на родине, но при этом суперпопулярны в Японии. И это факт. На самом деле было реально много таких коллективов, которые в 70-е, 80-е годы прошлого века были суперпопулярны в Японии. Это такой феномен, и он такой, как бы, немножко полушутливый, но, возможно, он объясняет вот эту слегка маниакальную моду у японцев на всё западное, в том числе, вот, может быть, и на бейсбол. Хотя при этом, когда вчитываешься в биографию Старухина и смотришь на параллельную историю Японии, замечаешь, насколько там были сильны националистические настроения, и вообще какой регулярной дискриминации подвергался Старухин, даже будучи в статусе звезды бейсбола. Да, кстати, то, о чём ты говоришь, значит, любви японцев к Западу, дело в том, что вот эта любовь, она ещё очень сильно зависела от того, какую политику проводили японские власти. И там действительно был период, когда японцы с восхищением, наверное, смотрели на какие-то западные вещи и хотели повторить. Но как раз с 30-х, когда произошло уже такое усиление милитаристских идей, как раз когда стал играть Старухин, уже меньше принимали всё иностранное и всё чужеродное. Кстати, про сам бейсбол. То есть я в нём ничего не понимаю, если честно, да, но надо с тобой попытаться попробовать объяснить, в чём величие Старухина, в чём его достижения. Он был первый в истории питчер, выигравший 300 матчей в Японии. Питчер — это, наверное, как нападающий в футболе, то есть типа главная звезда команды. При этом его достижения, вот это 300 матчей, смогли повторить всего лишь ещё 5 игроков за всю историю японского бейсбола. Поясни, пожалуйста, немножко технически вот это всё, да. Ты знаешь, в моём тексте был спойлер про бейсбол, на котором вместо кнопки читать я написала... Ну, я подумала, что будет смешно, я думала, редактор это поправит, но это так и осталось. В смысле, видимо, редактор тоже решил, что это смешно. Там, как играть в бейсбол, и на кнопке написано «попытаться понять». В общем, я не уверена, что я прямо хорошо поняла, как играть в бейсбол, хотя я честно пыталась. Но мне кажется, что чтобы понять, нужно всё-таки пойти и сыграть. Я пока не нашла себе компанию для этого, но я нашла уже в Латвии одного человека, который разбирается в бейсболе. Это наш коллега, и он нам очень помогал. Спасибо тебе большое, Гриша. И второго человека, который играет в лапту. И про неё мы тоже, наверное, будем говорить сегодня. В общем, как я понимаю, есть поле, есть две команды, и в каждой команде у нас по 10 игроков, если я не путаю ничего. И главное, на чём строится бейсбол, это противостояние питчера, человека, который бросает мяч, и беттер, человек, который отбивает, и, собственно, их противостояние — это основа бейсбола. То есть почему мы говорим про победы индивидуальные старухина, потому что вот это положение питчера позволяет ему ещё свои индивидуальные победы зарабатывать, то есть в карьере. Это как бы отдельный счёт для него. Там довольно сложная система исчисления, но если просто-просто это сказать, то его задача — бросить мяч так, чтобы его либо не отбили, либо там как-то плохо отбили и не пробежали, его команда не потеряла за счёт этого очки. И если команда выигрывает, то он получает какое-то определённое количество баллов, которое рассчитывается, там, в свой личный мешочек побед. Как-то вот так это выглядит. Я не знаю, по-моему, я ужасно объяснила. Простите. Ну, я думаю, что не так много больших любителей бейсбола у нас будет слушать, а те, кто просто интересуется, они уже... Но это правда сложно. Да, это правда. То есть я пытался смотреть бейсбол, но ничего не понятно. Мне кажется, что у американцев просто есть привычка уже от долгой практики, когда они ходят, смотрят или играют, они всё понимают. А когда ты приходишь в первый раз, ты ничего не поймёшь, разумеется. А давай вернёмся немножко к предыстории, да, вообще поясним, как семья Старухиных, которые вообще-то принадлежали к крестьянскому роду из Нижнего Тагила, вообще оказались в Японии, и как Виктор там занялся бейсболом? Здесь история довольно прозаичная на самом деле. Случилась революция. Отец Виктора Старухина, Константин. Здесь нужно сделать оговорку, очень важно. Вот когда мы говорили про философский пароход, там написать этот текст получилось, потому что остались дневники, воспоминания. В общем, история жила. Здесь ситуация сложнее, потому что Старухины не вели дневников вообще, никаких записей, ничего не сохранилось. И вот та история, которую мы знаем, конечно, может отличаться от того, как всё было на самом деле, потому что эту историю мы знаем от старшей дочери Виктора Старухина. Она написала две биографии отца на японском языке. К сожалению, они не переведены. А я, к ещё большему сожалению, не знаю японский, но есть такой американский бейсбольный журналист, Джон Берри, и он прочитал эти книги и перевёл их на английский. Ну, как бы со своими дополнениями у меня были, конечно, вопросы, когда я читала эту книгу, потому что там откуда-то появлялись диалоги между родителями годовалого Виктора. и ты думаешь, конечно, написано интересно, но что мне с этим делать? Но как-то я старалась на какие-то вещи, которые хотя бы чуть-чуть можно было проверить. То есть если там описывался какой-то их путь из Нижнего Тагила в Японию, то хотя бы я смотрела по другим историям вообще, насколько это реально было и возможно ли. До конца у меня ответа, к сожалению, нет. То есть степень художественного вымысла в источниках может присутствовать какая-то, да? Да, да, к сожалению. И есть ещё одна биография, которую я тоже прочла, тоже американского автора, и они чуть-чуть разнятся. Но откуда тот второй взял американский автор всю информацию, вообще непонятно. То есть я спрашивала об этом дочь старухина старшую, и она мне говорила, что она читала только вот первую эту биографию. То, что она прочла, совпадало полностью с тем, что написано у неё. Ну как бы она, понятно, знает всё от своей мамы в основном. Потому что её отец Виктор умер довольно рано, и она была ещё маленькая. Ей было 5 лет. Теперь вот с этой оговоркой огромной и скучной мы переходим к истории старухиных. Забавно то, что сама дочка Виктора пишет, что её отец, он из аристократической семьи, очень богатый, вот это всё. Но если мы обратимся к людям в Нижнем Тагиле, а там у старухиных остались дальние родственники, и поскольку японское телевидение уже интересовалось всей этой историей и приезжало даже в Нижний Тагил, они копались в архивах, и каких-либо подтверждений тому, что это аристократически богатая семья, нет. Они были крестьяне, они были крестьяне, то, что называется, если не ошибаюсь, приписные, которые работали на заводах со времён Петра Первого. И это была довольно большая семья. А когда случилась революция, вот Константин Старухин, единственный, насколько я понимаю, из всей семьи имел какое-то воинское звание, ну, то есть присягал царю, и он революцию не принял и решил, что нужно что-то с этим делать. Он отослал свою семью, жену и сына. Сам присоединился к армии Колчака. А когда он понял, что шансов на победу нет, он вернулся к своей семье, которая к тому моменту уже была в Красноярске. И они бежали уже дальше, в Читу, потом в Маджурию и оттуда уже в Японию. И как там семья обосновалась? Откуда взялся бейсбол? Да. Пустили в Японию Старухинах не сразу, надо сказать. Тогда, насколько я знаю, в Японии была очень популярная идея о том, что страна перенаселена и вообще власти старались как-то способствовать эмиграции японцев самих. А тут еще эмигранты к ним какие-то. Но Старухины смогли доказать, что у них есть деньги на то, чтобы себя какое-то время обеспечивать и не просить помощи у государства японского. Поэтому им дали все-таки визы. Но там тоже было все строго рекламентировано. Опять же, японцам не нравилось, что большое количество эмигрантов, особенно из Российской империи, особенно потому, что их тогда было много из-за гражданской войны. И они регламентировали, где ты можешь жить. И Старухинам сказали, чтобы они поселились в городе Асахикава на острове Хоккайдо на севере страны. Они купили там дом, стали печь хлеб, продавать его. Константин торговал тканями. И там же Виктор, играя с детьми, впервые узнал о том, что такое бейсбол. А потом он уже пошел в школу, и в школе к тому моменту уже была как раз своя бейсбольная команда. Это довольно популярно в Японии уже было. В принципе, во многих школах были бейсбольные команды. И он стал там уже играть в бейсбол более активно, и привлекать внимание, и становиться местной звездой. Поэтому, собственно, и неудивительно было, что его заметили в итоге. И позвали играть в бейсбол против американцев. Сейчас мы, конечно, подходим к одному из самых любимых персонажей этого текста для меня. Мацутару Сёрики. Да, я как раз хотел про него спросить, потому что, очевидно, он сыграл большую роль в карьере Старухина. Это такой, по сути, медиамагнат, который сделал немало для популяризации бейсбола в Японии, но, судя по всему, в сугубо корыстных целях для развития собственного бизнеса. Он создал свою команду, которая называлась Tokyo Yomiuri Giants. И там большую часть карьеры играл Старухин, да? Все так, все так. Но насколько потрясающий и энергичный человек этот Мацутару Сёрики. Он сам дзюдоист, причем очень успешный. Работал в полиции. Потом такой, займусь медиабизнесом, куплю себе газету. Кажется, вот сейчас у нас расцвет экономики в Японии, пора покупать газету. Надо делать газету успешнее. Ммм, может быть, запостить туда фотки девчонок и рекламу средств от гонореи? Неплохо, но, кажется, недостаточно. Сделаю бейсбольную команду. Ха, в моей стране в бейсбол профессионально еще не играют? Ну, позову американцев. Дальше еще интереснее. Он же потом и в тюрьме отсидел, как военный преступник. В общем, Сёрики человек очень энергичный. Сначала он привез просто американцев, но американцы играли слишком хорошо. И люди, конечно, приходили, но я так понимаю, что было не очень интересно смотреть все время, как проигрывают юборцы. И он подумал, нужно команду получше собрать. И в эту команду он решил заполучить Виктора Старухина. Сам Старухин, как утверждают его биографы, не очень хотел в эту команду. У него вообще тогда был не самый лучший период в жизни, потому что его отца обвинили в убийстве женщины. Женщина, которая у них работала. Кстати, интересно, что... Вот я говорила про источники. Интересно, что даже версии этого убийства несколько. Я в тексте привожу две, что якобы у них был роман, и он убил ее из-за ревности, но потом в полиции утверждал, что она была шпионкой советской. А мне позже, после выхода текста Икуру Куваджима, это японский художник, который тоже фигурирует в этом тексте, и очень нам помог, он мне рассказал, что в японских источниках писали тогда, что эту девушку отец Виктора Старухина убил в доме их знакомого, за которого она собиралась замуж. И якобы она вот так плохо работала, все время прогуливала, врала, что у нее болезнь серьезная. А он так рассердился, что она на работу опять не пришла. Ну, в общем, не знаю, что там на самом деле произошло. Но факт остается фактом, да. Из-за того, что его посадили, сначала его приговорили к восьми годам тюрьмы, семья рисковала тем, что ее могли депортировать, потому что кто-то должен был обеспечивать их, а Константин как раз был тем человеком, который в основном и зарабатывал деньги. И также биографы говорят, что вообще Старухин он хотел учиться дальше и не так уж хотел профессионально играть в бейсбол. Но каким-то образом люди-серики убедили его присоединиться к команде. И его отцу после этого сократили срок тюремный. Вот какая-то вот такая таинственная история. И он почти сразу поехал играть в США. И там ему предлагали даже контракт, но он отказался. Вот тут тоже не очень как бы понятно, почему отказался. Но отказался. Из-за этого в Японии его еще сильнее полюбили, что он такой лояльный, верный, никуда не сбежал. И в целом карьера у него складывалась замечательно. Но, как мы с тобой уже говорили сегодня, в Японии поменялась немного политика, она стала более милитаристской. И отношение к Старухину тоже вот изменилось. Ну, насколько я понимаю, там еще было довольно все нестабильно. Разумеется, из-за того, что была война, тоже какой-то был перерыв в карьере. И свое главное достижение, вот этот рекорд в 300 выигранных матчей, он установил этот рекорд уже, будучи игроком второго, скажем так, эшелона, уже не звездный. И чуть ли не в Японии мало кто обратил внимание на это достижение. Действительно ли так было, да? Да, да. Это все так. Ну, потому что в целом, чем хуже становилась ситуация политическая в стране, чем более такой тоталитарной она становилась, тем с большим количеством притеснений сталкивался Старухин. Ему не разрешали использовать его собственное имя. Он должен был называться японским именем. И дошло до того, что он не мог выезжать сначала со своей командой без разрешения в другие города, потом и в другие районы Токио он не мог ездить без специального разрешения. Его постоянно задерживали, подозревали в шпионаже, а потом отправили вообще в лагерь для интернированных. Там тоже разные версии. Есть версия, что это было сделано для его и других иностранцев безопасности, потому что многие из них жили в Токио, а Токио сильно бомбили в то время. И команда с ним простилась, конечно же, в итоге. И после войны, когда он вернулся в Токио, он просил себя в свою прежнюю команду, в этих гигантов Юмиури, но его не брали. И единственный, кто ему помог, это бывший менеджер этой команды. И дальше несколько лет что происходило? Этот менеджер устраивался куда-то на работу, в какую-то команду, брал с собой Старухина. И вот так вот они по командам путешествовали. А потом Старухин загорелся идеей установить этот рекорд. И как-то это очень для него важно было. Надо сказать, что у него в то время и проявилась паранойя ещё. Не очень понятна причина, но его биограф, Джон Берри, он утверждает, что так было и у его отца. Но он, например, что делал? Он перед сном оставлял бейсбольную биту, чтобы вдруг кто-то пролезет в дом. У них был двухэтажный дом с семьёй, и он цепные лестницы установил, чтобы в случае пожара семья могла выбраться. Если он шёл, например, в кинотеатр или куда-то, то он выбирал места рядом с эвакуационным выходом. То есть он прям был очень тревожным в последние годы своей жизни. И чтобы получить эту победу, он даже ушёл от своего менеджера, единственного, кто ему помогал. В другую команду, как раз, как ты сказал, совершенно неуспешную и с плохими показателями, достиг этого результата. Действительно, всем было всё равно. Тоже не очень понятно. Но это послевоенной Японии, может быть, если бы он оставался в более известных командах в то время, большее количество людей это заметило. Не ясно. Но, на мой взгляд, очень трагичное у него окончание жизни. Да, как раз хотел спросить, что случилось, почему в таком довольно раннем возрасте он умер всего 40 лет? Произошло следующее. Его позвали на встречу выпускников его школы. А помимо паранойи, он ещё в последние годы жизни страдал алкоголизмом. Хотя надо тут сказать, что у него была семья, у него дети. Он дважды был женат. Первая жена от него ушла к его другу. И в тот момент он был в браке второй раз. От первого брака у него один сын, а от второго две дочери. И по воспоминаниям его старшей дочери очень было приятно это время. То есть он не был каким-то, не знаю, жестоким, агрессивным. Он всегда был заинтересован в ней и добр к ней. Но в один день он решил поехать на эту встречу выпускников. Попрощался, сел в машину. И его нашли через несколько часов. В мёртвой машине его машина врезалась в трамвай. И потом поняли, что он был пьян. А это ещё район города, где он, по идее, не должен был быть. И тоже не очень понятно. И некоторые решили, что это самоубийство, но каких-либо подтверждений этому нет. Да, понятно. Ну, вот про всю паранойю, которую ты рассказываешь, и про все эти тяжёлые перипетии, мне, конечно, кажется, что... Ну, это тоже понятно, что домыслы, но учитывая все моменты настоящей дискриминации, которой он подвергался, которую ты перечислила, это, возможно, всё из-за вот такой абсолютно нестабильной жизни. И мы знаем, что он так и не получил гражданство японского. Всю жизнь пытался этого добиться, но так и остался жить с Нансеновским паспортом, который давался беженцам. Да, мне, кстати, кажется, что это самый такой грустный момент, потому что я, когда писала, я очень переживала из-за этого. Давай расскажем немножко про родственников Старухина, с которыми тебе довелось пообщаться, и с русскими, и японскими. Чем они сейчас занимаются? И да, действительно, как ты сказала, этот интересный момент, то, что Старухины, которые проживают в России, долгое время вообще не подозревали, что у них есть такой прославленный родственник в Японии. Да, это правда. И это очень забавная история, мне кажется, потому что вот в Нижнем Тагиле живет Олег Старухин. Он занимается обслуживанием медицинского оборудования. У него такая обычная семья, дети, жена. Все у него тоже родственники на каких-то там заводах работали. Обычная такая жизнь. Этот Старухин живет, никого не трогает. А ему звонит кто-то с незнакомого номера, говорит, что он историк. И вообще, вот вы знаете, что ваш дальний родственник, национальный герой Японии, легенда японского народа. Ну как бы. А на дворе 2003 год. И как мне объясняет Олег Старухин, говорит, ну как бы 90-е, не так давно, я думаю, ну развод какой-то. И он про это благополучно забывает. Проходит какое-то время, ему опять звонят. И говорят теперь, что мы едем к вам со съемочной группой из Японии. А он накануне отмечал юбилей тещи в китайском ресторане. Я говорю, да я сижу, думаю, почему японцы? Мы же в китайском ресторане были. Что мы там такого сделали? Ну в общем, Олег не растерялся. Позвал друга встречать гостей, ну на всякий случай. И они правда приехали. И тогда уже он как бы начал понимать, что что-то для развода это слишком. И они ему уже начали рассказывать, что прабабушка Олега была двоюродной сестрой Константина Старухина, отца Виктора Старухина. Ну в общем, они очень дальние родственники. И Олег как раз рассказал, что он свою прабабушку, которая родственница отца Виктора, он ее застал. И они общались, они даже про гражданскую войну разговаривали. Но она ему вообще никогда не говорила про вот ту ведь родственников, которая бежала в Японию, потому что вообще тех Старухина их считали умершими. Ну в принципе не говорили про них, потому что они же белых поддержали, а не красных. И как-то лучше про такие вещи молчать. В общем, просто вычеркнули из жизни. Да, да. И Олег тоже благодаря съемочной группе, но другой, встретился с младшей дочкой Старухина, которая живет сейчас в США. Мне, к сожалению, с ней не удалось пообщаться, она мне не ответила на письмо. Но я знаю со слов Олега, что она живет в Аризоне. У нее там что-то вроде дома престарелых, а у ее сына ферма по разведению змей, питонов. Почему они там оказались, непонятно. Но в США живет и старший сын Натальи Старухиной, то есть старшей дочери Виктора. Она сама в Японии. С ней мы как раз общались. Она занимается вопросами питания, я вот так скажу. Диетолог. Но она не совсем диетолог, вот в том-то и дело. Я пыталась еще найти старшего сына Виктора Старухина, но здесь странная история. У меня нет никакой подтвержденной информации, но мне вот сказали, что он покончил жизнь самоубийством. Мне сказали, что и жена вторая Виктора через время после его смерти тоже покончила жизнь самоубийством. Но этого тоже у меня нет подтверждений. Но в принципе такая вот японская история. Давай еще небольшой микросюжет тоже из этой истории. Расскажи немножко про художника вот этого Икуру Каваджиму. Каким образом он оказался причастен к биографии Старухина? Как он тебе помог? Какими фактами? Икуру очень интересный такой человек. Мне кажется, что он не типичный японец, потому что про японцев что мы знаем? Что там редко уезжают из своей страны. Ну, большая часть. А Икуру очень любит жить где-то, но не в Японии. И эта любовь привела к тому, что сначала он жил и учился в Штатах. Потом друг позвал его в Румынию. Из Румынии Икуру поехал в Украину, где стал учить русский язык. Почему-то вот так решил. Потом в Киргизию и Казахстан, а потом уже переехал в Россию. И он жил тогда в Казани. Он в детстве, как многие японцы, увлекался бейсболом. Но он мне сказал, что он не очень успешный был, не очень хорошо играл и не очень долго. Но бейсболистов знает. И вот он уже взрослый, выучив русский язык, сидел как-то раз, мерз зимой в квартире в Казани, потому что не умел еще заклеивать окна ватой, скотчем. И чем развлечься? Он почему-то, сидя под одеялом, решил перечислять японских бейсболистов и вспоминать, как они пишутся. И одно имя, оно отличалось, потому что оно пишется не китайскими иероглифами, а тем, что называется катакана. Это вот такая графическая форма японской слоговой азбуки. Она по-другому выглядит, правда, бросается в глаза. Вот у нас в тексте она даже есть. И он думал в детстве, что вот этот вот человек, Бекут Торусу Тарухин, как они произносят, что он американец. А теперь он знал русский. И такой, хм, звучит-то не по-американски, на русский похоже. Решил проверить и узнал, что да, действительно, Виктор Старухин, один из самых известных японских бейсболистов, он иммигрант из России. И Кура стал спрашивать про Старухина всех своих знакомых в России, и никто из них не знал о нем. Но ему предложили сделать выставку о Старухине в Нижнем Тагиле в рамках уральской индустриальной биеннале. Он тогда стал покупать всякие архивные снимки Старухина, карточки у дочки, его тоже попросил фотографии смины, и он сделал из них такие коллажи. Мне очень нравится, как они выглядят. Собственно, он нам очень помог материалами именно графическими еще. Да, надо отметить, что материал очень богат всякими архивными иллюстрациями, и это очень важно, очень круто посмотреть дополнительно. Мне еще очень нравятся его коллажи, они такие очень миленькие, минималистичные. И эти коллажи он фантазировал на тему, что вот Старухин, если бы он жил подольше, он бы съездил в Россию посмотреть, как там, и вообще как бы ему было на родину вернуться. Хотя при этом он сам отмечает, что он очень аполитичным человеком, судя по всему, был. И для него родина — это скорее не какая-то страна, а бейсбольное поле. И с этой идеей Икура узнал, что под Нижним Тагилом как раз в то время появилась первая бейсбольная команда в ралли. И он решил, надо сделать им бейсбольное поле. А эту команду собрал тренер по лапте. Вот почему я сегодня говорила про лапту. Лапта и бейсбол немного похожи, но не совсем. Я боюсь, что с правилами лапты у меня еще хуже, чем с бейсболом. Но он решил помочь им, и они сделали бейсбольное поле вместе вот с Уральской бейеннале. И там ему еще помогли. Они построили бейсбольное поле. И на этом бейсбольном поле даже первый мяч бросал дальний родственник Виктора Старухина Олег Старухин. Красиво закольцовалась история, да. Мне кажется, что, наверное, самый важный сюжет во всей этой истории — это вот память. Потому что складывается ощущение, что Виктор Старухин остался непрекаянной фигурой. Родился в России, прославился в Японии, но так и остался человеком без гражданства. Как будто не нужен ни тем, ни другим. Скажи, пожалуйста, как-то наследие Старухина все-таки сохраняется и в Японии, и в России? Есть ли какие-то памятные вещи? Ну, раз мы сказали про это бейсбольное поле, нужно сказать, что оно в честь Старухина построено все-таки. И еще я пока искала, этого нет в тексте, что в Москве какой-то бейсбольный клуб в какой-то момент носил имя Старухина, по-моему, в 90-х. Но потом он объединился с другим клубом, и теперь там вообще другое название. Поэтому не знаю. Но вроде как они проводят какой-то чемпионат памяти Старухина. И я знаю, что снимают фильм сейчас о Старухине. Я даже знаю, что его сняли, просто он еще не вышел, но надеюсь, что выйдет. Его снимают американский режиссер болгарского происхождения Чавдар Кеоргиев. И его снимают уже давно. Мне кажется, лет семь уже. Они ездили и в Японию, и в Штатах. Но выпускать, насколько я знаю, вроде бы в России хотели. Не знаю точно, но вроде его хотят в России показать. И я надеюсь, что это получится. Я бы с удовольствием посмотрела. Ну, я не зря говорил, что это похожая история на блокбастер. Мне кажется, прям просится, чтобы сняли про этот фильм. Да. Если мы говорим про память Старухини в Японии, то вот там, во-первых, через несколько лет после смерти Виктор Старухин был включен в японский зал славы бейсбола. И он там был первым из иностранцев. А в его родном городе еще спустя время построили большой стадион в его честь. И там тоже у входа памятник Виктору Старухину стоит. А еще я видела пока искала каких-то аниме персонажей вдохновленных Старухиным. Ну, там, правда, была девочка такая, но в форме, как у Старухина. С его номером и у нее какое-то имя такое тоже было. В общем, японцы могут. Благодарим за внимание. Это был подкаст Текст недели. Медуза не останавливает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Если вы хотите помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io Спасибо и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...